А где Катя? Может, она... Может, в блинг проверим? А кто это? Какой-то чел из бара. Эй, ты! Да-да, ты! Ты включил новое шоу «Столик на двоих». Внутри свидание с Инстриной, а герой — твои любимые рэперы. Ах, да, и сорян за разговоры с набитым ртом. Мы все-таки в кафе снимали? Я не хотела бы встречаться с моделькой. Из тебя постарше, кстати. Классные сережки, Ира. Ты считаешь, что это была настоящая серьезная любовь? Я любил. Меня любили. Ты прямо во всех сферах преуспел. Если с тобой, то узнать в Париже. Ай, хорошо. Перед нашей встречей победителем? Нет, еще вчера, перед сном. Какая твоя любимая аффирмация? На деньги. У нас мэч. Да, у нас мэч. Он так хотел залететь на Тостер Лайф, что в итоге снял его самостоятельно. Ливнул с работы в Лакост и сразу залетел на фит Коджи Будда. Точно знает, как сделать так, чтобы вы послушали его альбом. Million of Wight. Привет. Привет. Как твои дела? Хорошо все. Очень рабочая неделька удалась. У тебя как? Тоже хорошо, очень голодная, поэтому предлагаю нам с тобой сразу начинать смотреть менюшку, что мы с тобой сегодня поедим. Я бы супчик делала. Я тоже буду супчик. Не знаю, правда, какой. Может быть, там ямчик, может быть, рамен. Угу. Я же не рамен. С мраморной? Да. Наверное, я тоже. У нас мэч. Да, у нас мэч. Кстати, по поводу блюд. Вот если бы ты был блюдом, то каким? Чем-то морским, потому что меня тянет к этому. Наверное, каким-нибудь лососем. Хороший ответ. Кстати, обычно что в твоем райдере находится из еды, воды? У меня сейчас более правильное питание сбалансированное, потому что я занимаюсь, я пью протеин, туда и сюда. Да, в общем, я хочу набрать вес, я очень много кушаю и стараюсь много кушать именно гарнира всякого подобного, гречки, рису и прочего-прочего. В общем, на пэпэшечке, на грудке и на прочем таком. Просто без каких-то сахарных бомб, без чипсов, без алкоголя, без вредных привычек, в общем. Хорошо. Да. А каким спортом занимаешься? Я просто качалку хожу. Я бы хотел заняться боксом, я бы хотел, возможно, даже потанцевать. Да. Ну да. Я тебе могу, если что, дать пару советов, кому можно пойти из мальчика. Потому что в целом артист, я считаю, должен уметь двигаться на сцене, но пока еще я к этому не пришел. Но я думаю, у меня есть потенциал. Ну посмотрим. Хорошо. Да, я пришел не с пустыми руками, это чудо, Юлочка. Я обожаю ромашки, кстати. Ромашки, меча в костюме. Хорошо. Спасибо, мне очень приятно, что ты такой джентльмен. Спасибо. И умеешь ухаживать. Отлично. Расскажи, пожалуйста, что ты больше предпочитаешь? Азию или Европу? Вот в плане путешествий. Пробыв эту зиму в Москве, я понимаю, что мне необходимо солнце. А так как путешествие – это более мобильная вещь, то есть я бы не выбирал какое-то место для жительства условно Европы, чтобы всегда быть в одном месте. или в Азии, или здесь. Пока что более неизведанное меня манит. Ну давай так. Ужин в Париже или серфинг на Бали? Если с тобой, то ужин в Париже. Ай, хорошо. Вопросик такой у меня к тебе. Ты выпустил ролики в стиле «30 вопроса для ВОК». Тяжело дать конкретный ответ, я думаю, что я еще мало где был, просто на Бали кайф пока что. Честно, боюсь представить, что будет смыслом, потому что технологии очень быстро развиваются. Наверное, что я разносторонний. Я не только делал пародии на ВОК, еще делал пародию на тостер, и наконец-то я на тостере. Спасибо. Как ты считаешь, позовут ли тебя на ВОК, и почему ты решил вообще снять такую пародию? Сто процентов. Да? Конечно, я тогда был без аудитории, и мне приходилось креативить всякие различные, придумывать рубрики для Ютуба и наращивать аудиторию на паразитирование чужого контента. Это хайп. У тебя есть какая-нибудь рабочая схема, чтобы понравиться девушке? Нужно уделять должное внимание деталям, классные сережки, красивые, green season. В общем, просто нужно быть клевым, легким парнем, мне кажется, при этом движовым, чтобы ей было не скучно с тобой. И все, будет четко. Но так вообще в паре ты... Как себя позиционируешь? Ты джентльмен? Я романтик. Романтик. Да. Что самое романтичное ты делал? Вопрос хороши. Моя девушка мечтала поплавать с китами. А такое существует? Что можно с китами поплавать? Наверное, да. Просто это дорого стоит. На тот момент это было труднодоступным. И я нашел, где можно поплавать с дельфинами. И в общем, мы поплавали с дельфинами, попрыгали на водопадах. Мне кажется, был супер вайп, супер новые эмоции. В общем, я подарил новые эмоции. Это было очень романтично. Плюс мы встретили красивый закат. И все было прям в лучшем виде. Ну растопилось сердечко ее? Оно уже было растоплено. Сейчас она только закрепилась. У меня было немного девушек. Я хоть и сердцеед, но очень выборочно подхожу к этому. Думаешь, совмещать? У меня больше фокус все-таки на целях каких-то личных, а не на отношениях. Поэтому я сейчас одинокий волк. Совмещать по-любому можно. Вдвоем можно идти вдвое быстрее. И в целом отношения, наверное, развивают личности. Но я обжегся. И пока что я fall on the white. А обжегся? Расскажешь, поделишься? Я думаю, что у меня пока такой возраст, что мне нужно работать, 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 а потом все будет классно. Но обжегся в каком плане? Очень светлой и большой любви пришлось расстаться с человеком по своим причинам. Если вдруг я думал, будут ли у тебя вопросы по red flag и так далее, то я бы назвал, что я не хотел бы встречаться с модельками. Потому что их лайфстайл – это очень сложно. Для тебя моделинг – red flag равно. Есть адекватный моделинг, а есть моделинг, который… Ну да, обобщать, понятно, что. Но это, возможно, лично для себя. Да, по либолу. То есть как для кого-то какая-нибудь другая профессия. Просто вот эти вечные переезды и зависимость в финансовом плане от каких-либо модельных агентств. Нужно девушку из этого сразу убирать, либо просто в это не вписываться. Это совет молодым рэперам. Как тебе? Вкусно. Да, можешь брать мой тартар, если хочешь. Я люблю делать с едой. Ты, кстати, делишься едой? Конечно. Да? Конечно. Ладно, продолжай наше с тобой свидание. Я сегодня принесла сэмплер. Вопросики чуть-чуть будут более серьезные. И если ты вдруг не захочешь на них отвечать, ты можешь воспользоваться звуком. А можешь ответить и после нажать звук. Я тебе сейчас расскажу. Я буду вообще-то только звуком. Я же звукорежиссар еще дополнительно. Да? И битмейкер. Я все и сразу дам. И продюсер. Я точно продюсер. Хорошо, отлично. В общем, я тебе задаю вопрос. У нас здесь есть несколько звуков. Допустим, первый, ну, знаешь, эмоции чуть такого разочарования. Ай! Ай, ай, ай. Второй звук у нас, если что-то секси. Дэм, малышечка. I'm sorry. Понял, да? Дальше у нас наша классика. Типа, ну, просто. Яй? Кайф. Кайф. А, понял. Благо. Такой бро. Ну, допустим. Дальше у нас. Если ты чувствуешь так, ты можешь это сделать. Можно материзовать? Можно. Не, п***, я так чувствую. Твоя любимая. И? Э, я еб***, не должна. Если ты вообще не хочешь отвечать, можешь нажать на флажку. Я понял. Плюс-минус, да, ты запомнил. В общем, если что, какие звуки, можешь торопиться, можешь отвечать, можешь не отвечать. Можешь нажимать. Ловко вы это придумали. Ну, такая изобретательница. На свидание. Хожу с сэмплером. Ты часто упоминаешь про Оно в своих треках. Скажи, пожалуйста, чем он тебя так цепляет? С самого детства, наверное, этот топ-один чел, который в русском рэпе очень сильно цепанул. Я был еще ребенком вообще. Наверное, был вообще первый человек, из-за которого я начал слушать русский рэп. Потому что до этого я, конечно, слушал там Касту и всякое подобное Андермузло. Неосознанно, в общем, с русской индустрией я связывался. А с Фарой уже пришло какое-то понимание вот этого западного свэга и прочее, прочее. Так что парадь, конечно. Хотел бы быть на него похожим в чем-то? Я бы хотел быть уникальным и ни на кого не похожим. Но Фараон, конечно, молодец. И то, что сейчас он делает, я думаю, что он еще покажет какого-то злого Фараона. Мне кажется, он еще порохомница заряжен по-любому. Ну, мне кажется, он уже стал более семейным человеком. И, мне кажется, ценности его поменялись. Ну, сто процентов, сто процентов. Он в целом какую-то пользу старается нести в общество и так далее. Мы ждем, как минимум. Цитирую. Ты говоришь, что хотел бы создать свою Дэд Дайнести. Было. Было такое? Было, было. Кого туда взял бы? Ну, наверное, я бы взращивал каких-то, скорее, своих артистов. Есть у меня такие ребята. Из самым направления по типу продюсеров, там, звукорей и так далее. Я бы, конечно, собрал бы хороший составчик. Но я думаю, что нужно просто людей, наверное, мотивировать процентами, чем-то конкретным. И уже просто с командой. Когда ты переводишь взгляд зрителя с себя на команду, в целом людям больше хочется быть причастными к какой-то стае, группе населения. А почему ты тогда один двигаешься, а не с кем-то в команде? Примкнуть к кому-либо я не хотел никогда. Создать свое хотелось, но пока еще, я думаю, не дорос. Я думаю, что я на пути к этому, и вполне возможно, что что-то скоро будет. У тебя есть строчка. Я помню, как делал первые бабки. Это про работу в Лакосте. Правильно? Я это написал, вообще да, написал в момент, когда я работал уже там, по-моему. Но еще до. А что это были за первые бабки? Я на музыке всегда зарабатывал деньги. И изначально, как я тебе уже сказал, я был звукорежиссером, битмейкером и так далее. Первые, наверное, большие бабки, когда у меня чел залетел, скупил полностью битпак. Плюс я продюсировал людей, писал треки людям. Этот же человек у меня заказал, в общем, песню. И мы с ним сработались. И после уже, в общем, стало легче дышать. Это было до того, как я поступил в универ, я уже, когда поступил, чуть-чуть от музыки отошел. Я выкладывал биты на YouTube, я продавал всякие эксклюзивы на Запад и так далее. Чтобы, в общем, восстановиться потихонечку, я пошел в Лакост, проработал там тоже полгода и тоже ушел. И бы улетел на Бали. Классно. У меня в целом такой период жизни был, последние два года, насыщенный, и что каждые полгода что-то менял, как по жилью, так и по людям даже, наверное, по окружению и так далее. Ты прямо во всех сферах преуспел. Транссерфинг реальности. Это последняя книга, которую ты прочитал? Нет. Считаешь, это ее лучшей книгой? Есть еще «Красная таблетка». Там, в общем, противоположная эзотерике позиция, точка зрения. Наверное, нужно просто много читать и обогащать себя знаниями о реальности, в которой мы находимся. Поэтому не могу выделить конкретные. Если что-то посоветовать, то я посоветую. Я сейчас читаю много по маркетингу книг. Не знаю, просто советую много читать разного. Я даже читал всякую художественную литературу по типу «Маленького принца» и прочее. Очень сильно вайбил. Читай кайф. Транссерфинг советую тоже. Ну а что самое важное ты извлек из этой книги, прочитав? Ты все части читал? Что нужно не париться, визуализировать. Тоже к этому все двойственно относятся, но уже скорее в мем какой-то ушла. Эзотерика в целом. Это такая она очень неоднозначная. Кто-то верит в нее, кто-то не верит. Но, конечно, главное делать. Но просто делать налегке на вот этом вот. Это тебе и п***ть даже. Я думал, там, мне п***ть чувство. Я бы забыл. Визуализировал нашу встречу с тобой? Забыл. Нет, слушай, я помедитировал, но... Перед нашей встречи помедитировал? Нет, еще вчера, перед сном. Просто хотел раньше лечь спать. Волновался? Ну, слушай, чутка да. Как не волноваться здесь? Медленный вдох. Спасибо, спасибо, что научил. Какая твоя любимая аффирмация? На деньги. Ладно, мои треки. Реально? Всякие припевы по типу миллион делают миллион. Вот этот, она снимает с вами миллион. Мотивационные нотки у меня по-любому есть творчество, но и много всякой романтики, как мне кажется. И много всяких приколов по типу. Она такая шле-шле, я такой скр-скр. Она такая что-что? Она такая шле-шле, я такой скр-скр. Ну смотри, вот по твоей энергетике, даже то, что мы сейчас с тобой общаемся, можно заметить то, что ты вообще без комплексов такой бодрячком. Здраво осознавать это лишний раз. И скажи, пожалуйста, какой совет бы ты мог дать молодому поколению, вообще ребяткам, чтобы так же себя чувствовать, ощущать? Наверное, не отступать и давить, давить, продолжать каждый день, в общем, работать, работать. Как сказал Буду тогда, ебать нужно. Помимо этого, нужно, наверное, просто отбросить какие-то свои загоны в плане сравнения с кем-то, в плане каких-то дедлайнов. По типу, я вот должен 25 иметь, мерседес, дочь, две, дом. В общем... Надо. Нажми ты какой-нибудь. Какой? Бро. Никогда будет. Не, в общем, не гнаться за какими-то надуманными. Обществом, рамками и нормами идти наверх и развиваться. Уделять время правильным вещам, фокусироваться, менять свои компании, которые, если вдруг имеют какие-то плохие привычки или даже просто отнимают время, я очень легко с этим справился в свое время. И это меня очень сильно бустануло. Так что рекомендацион. Как не побояться позвать красивую девушку на свидание? Ну, здесь тоже все ровняет от уверенности в себя. Или ты тоже боишься? Почему? Не знаю. У тебя спрашиваю. Да нет, не боюсь. Просто здесь вопрос в том, хочу ли я fall in love с этой бэйби. You heard? Дэм-маршечка. Дэм-маршечка. Окей. Сколько тебе сейчас лет? 21. Мне 21 тоже. Какие самые частые ошибки люди нашего возраста допускают? Наверное, заводить семью. Знаешь? Первое, что пришло в голову, такое, что адекватное можно озвучить. Мне кажется, да, потому что нужно сперва себя, как бы, во взрослую позицию своего взрослого взрастить, как бы. А после уже заводить себе ребенка. Ну, более осознанно, типа, стать сам, более готовым к этой жизни, чтобы дать самое лучшее. По сути, ребенок, это же копия тебя. Ну, ты себя клонируешь, по сути. Поэтому хочется самое лучшее дать. Ну, я, наверное, в этом плане не соглашусь. Мне кажется, что и в 30 лет люди могут не иметь мозгов, чтобы детей заводить и брать ответственность. А для ребенка, мне кажется, самая важная любовь прежде всего. Способность ее дать. Я согласен. Я думаю, что есть люди, которые и в 18 способны, и в 19, и в 20 дать хорошее воспитание. Но это просто у нас с тобой немножко не мэч произошел. Ну, ладно, ничего. Мне кажется, работа в найм, в фуфло. Но, конечно, на первое время, типа... Ты же тоже работал в найм. Ну, да, я и говорю в фуфло. Поэтому мне не страшно это говорить перед людьми. Допустим, Киткаде работал тоже в найм. Да, тоже, кстати, прикинь, работал. Тогда в таком случае не особо-то это и ошибка. Мне кажется, Киткаде — это я в параллельной вселенной. Ничего себе! Нормально. Так его примерно так и сконнектили с Каней, по-моему. Тогда в таком случае это не ошибка. В целом, наверное. Просто большинство в 20 еще учатся в институтах. Ну да. В этом случае. Я думаю. Я бы сейчас был на четвертом курсе, если бы я не вошел. Ну, я тоже. Я на третьем. Да? Я учусь там. А как ты относишься вообще к лучшему образованию? Я считаю, это важно. Да? Ну, это лично мое мнение. Я согласен, если... Особенно если идти по... Своей профессии? Да. По специальности, которая тебе интересна. В целом, учиться кайф, да. Базару, наверное. В целом, образование просто важно всю жизнь учиться. Ты зимовал на Бали. Какие практики ты пробовал? Даже не помню. Ну, ты был в Убуде. Это самое такое место, где ребятки больше всего, наверное, медитируют. Ну да. Я там был недолго. Я там был неделю-полторы. Тех людей, которые живут в Убуде, называют Убуденто. Ты, наверное, знаешь, да? Ну да. А ты успел сам-то преисполниться? Слушай, я преисполнился в целом. Даже и в Чингут, и везде. Ну, в целом, на Бали, мне кажется, оно мне хороший долголчок. И в духовном развитии, и в каком-то умственном, в том числе. В каком плане? Есть какой-то у тебя примет от тех? В развитии каких-то личных качеств, характеристик. А есть какая-то ситуация, может, показательная? Может, расскажешь? Вообще, не знаю. На гвоздях один раз стоял. Не знаю. Но это ничего мне как будто не дало. И как будто в целом мне показалось это бесполезным. Ты не стояла на гвоздях? Стояла. Больно было? У меня просто нет почему-то. Может быть, я недолго стоял? Слушай, ну, это такой личный опыт очень, но мне понравилось, потому что я считаю, что это полезная практика. Да. Ну, это вот мое личное мнение, да. А какой самый главный грин-флаг в отношении для тебя, чтобы ты понимаешь, что все, эта девушка, моя мечта, вот я ее точно хочу, чтобы она была со мной? Наверное, чтобы была подвижной, чтобы вместе можно было путешествовать. Мне кажется, это кайф когда-то в отношениях. Да, мобильность. Потому что как раз, я говорю, модели зачастую, они в этом плане ограничены и сжаты. И, в общем... Такой вопросик тебе задам тогда. Вот у тебя были предыдущие отношения. Считаешь ли ты, что это была любовь? Или это была все-таки симпатия, влюбленность какая-то? По-любому, любовь. Любовь. То есть ты хочешь... Ну, ты любил. Я любил. Меня любили. Возможно, любят. Ты считаешь, что это была настоящая, серьезная любовь? Я не был как будто в таких взрослых отношениях. Я не знаю, что это такое, но, наверное, это прикольно, когда твой партнер полноценный твой океан и закрывает, не знаю, какие-то твои дырки. Ну, а ты любил девушку, с которой ты крайний раз встречался, или ты каждую любил? Наверное, когда я вступал в отношения, я каждую любил. А когда ты первый раз полюбил? Наверное, в школе. Сколько себе было? Десять. Не, какое десять? Не десять. В десять лет? В двенадцать, да? В двенадцать. Ну, это так, типа, прикол. Я просто гулял за челкой. А если мы скажем про серьезную любовь? Ближе к восемнадцати. Что-нибудь такое? Хотелось бы все эти вопросы позадавать у тебя, но ладно. Если считаешь нужным, можешь ответить. Либо про редфлаги, либо про грилфлаги. Мне интересно. Ну, могу сказать так, что у меня посерьезнее отношение к любви. Я все-таки верю в то, что она должна быть за свою жизнь полную. Один раз, наверное. Красиво, когда история длинная. Вот смотришь, я тирился, где старичок плачет по бабульке, да? Ему восемьдесят лет, и у него там она умела полгода назад. И ты такой, ну, любовь существует. Как будто это все-таки все, ну, для меня лично, не знаю, я не опровергаю твои слова, как будто бы это все-таки симпатия, влюбленность. Все, что... Ну, наверное, да. Потому что как будто любовь все-таки приводит к чему-то серьезному. Я думаю, если бы ты любил, возможно, ты бы захотел сделать предложение или жить с девушкой, но тебе этого не захотелось сделать пока что, несмотря на возраст. Мне жил с девушкой, мне не понравилось. Не понравилось? Ну, хочется больше какого-то личного пространства, и я так как работаю дома, мне приходится ее как-то ужимать в чем-то, короче. Ну, а если квартиру побольше просто взять, где у вас разные комнаты, личное пространство у каждого есть? Мне бы хотел дом, мне кажется, дом вайб, я просто вырос в доме. Мы уже посвятили с тобой время фараону, но так как все-таки тебе этот исполнитель импонирует, хочется немножко узнать, насколько хорошо ты знаком с его философией. По минному полю. Цитаты, смотри, у нас будут цитаты. Будьте хорошими людьми. Let's go. Мы будем очень хорошими людьми, не переживай. Твоя... Тебе лишь нужно ответить... Это написал этот цитат фараон или эта цитата немецкого философа? Если тебе выпали какие-либо испытания, это означает, что тебе по силам их пройти. Фараон или философ? Наверное, фараон. Верно. Плюс баллов. Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли затем жаловаться, что его раздавили? Не слышал такого никогда. Наверное, не фараон. Верно мыслишь. Да, это философ. Если идешь на месть, копай сразу две могилы. Одну для того, кому мстишь, другую для себя. Мне кажется, тоже философ какой-нибудь. Фараон? Фараон. Кстати, вот ее я видела. Находись в поисках вдохновения, не разложения. Я разлагаюсь в виде лес. В поисках вдохновения, не разложения. Хорошая цитата, на самом деле. Мне кажется, философ тоже. Нет. Это же фараон? Фараон. Ну ладно. Чем больше греха, тем меньше стыда. Мне кажется, это не фараон. Верно, это философ. Пограга. Одинокий человек слишком скоро тянет руку каждому встречному. Мне кажется, не фараон. Не фараон. Стреляй по звездам, целься по уне. Хоп-смок. Наверное, фараон. Верно. Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов. Философ. Правильно. На счастье бьется все, даже сердце. Прикольно, это стало. Надеюсь, фараон. Это фараон. Круто. Смерть – это лучший врач на Земле, у которого не было несчастных случаев. Нанная цитата. Мне кажется, философ какой-нибудь. Да, все верно. Философ. Долго, я думаю, что нужно быстро отвечать. Большинство, да, мне по-своему. Смотри, вот сейчас будет Блиц, и вот теперь нужно будет отвечать быстро. Блин. Погнали. Я тебе буду задавать вопросы, ты должен их продолжить, просто ответить. Ладно. Я обожаю, когда фанатки… Кричат. Чтобы я ответил в директе, нужно написать… Million с одной L. Последняя книга, которую ты прочитал? Разделяй властвую, по-моему, что-то подобное по макетингу. Лучший фильм, который ты посмотрел? Недавно посмотрел один, а второй прикольно в целом. Но, наверное, какой-нибудь… Блин, раньше я бы, наверное, ответил какой-нибудь Interstellar, но сейчас я в этом не уверен вообще. Я, на самом деле, сейчас очень редко смотрю фильмы и не могу что-то посоветовать. Наверное, какой-нибудь 1 плюс 1, да, где в коляске чел, и за ним уходит, кстати, на кожей. Прикольный, добрый фильм. Продолжи строчку. По одной стороне едет Porsche. По другой – Cayenne. Ой, McCann, блин. Последний вопрос, на что поменяешь рэп? На рок. Ты видишь себя как рок-исполнителем? Слушай, да нет, наверное, я думал сначала стоять на деньги, потом думал сказать на что-то еще по типу более высокой музыки, но не вспомнил другого жанра, кроме как рок. Наверное, софт «Атмосферный рок». У меня сейчас вышел уже релиз, можете послушать «Infinity Love». Можете кайфануть с «Атмосферного рока». Помимо этого, там есть классический выдержанный стиль, туристичные биты и прочее-прочее. Все в лучшем виде, с лучшим саунд-дизайном. Короче, думаю, хочу высокую, в общем, рэп на высокую музыку. Вот, на что бы поменял. На битховен. Хорошо, я желаю тебе в этом много успехов. Спасибо большое. Тебе тоже желаю успехов в твоей карьере. Давай закончим какой-нибудь еще одной твоей аффирмацией. Мне хорошо, как нелбифо, мне хорошо, как нелбифо, мне хорошо. Я к нелбифо, мне хорошо. Мне хорошо. По-моему, реально хорошо. Тебе хорошо? Мне особо, мне прекрасно. Спасибо тебе за свидание, за то, что раскрылся с новой страной для нас всех. У-у-у-у! У-у-у!